Как подмечают истинные ценители, шашлык – дело тонкое. Здесь важно не торопиться, а заранее всё подготовить. Начать стоит с выбора продавца. Обратите внимание на качество его продукции. Наша съёмочная группа отправилась на центральный рынок. Прежде чем попасть на прилавки, мясо проходит контроль. А уже после товар раскладывают в торговом зале на охлаждающие витрины. И в дальнейшем мы уже здесь проводим детсанспертизу следующего характера. Мы наблюдаем и корректируем, как проводится хранение и реализация этой всей продукции в течение всего дня реализационного. В торговом зале мясо на любой вкус. В преддверии праздников по наблюдению продавцов люди охотно берут свинину. А если она непривычна для рациона, на выбор есть говядина и баранина. Их чаще всего выбирают мусульмане, чтобы не нарушать традиции. Лучше взять ошейки, по-научному называть. То есть это ближе к голове, в мягкой части. Она и сочная, и нежная, и быстро жарится. И готовится очень быстро. Получается сочная, нежная шашлыка. Нет прямой рекомендации, где лучше купить мясо. Важно обратить внимание на его внешний вид, а самое главное – запах. Также оно не должно быть излишне влажным и липким. Специалисты не рекомендуют покупать у непроверенных продавцов, а также в местах, которые не соответствуют санитарным требованиям. Это влечёт за собой риск отравления. Для шашлыка предпочительнее взять охлаждённое, а не замороженное мясо. Так как оно прошло, во-первых, стадию созревания, это 2-3 дня, в ходе которой при воздействии ферментов и прохождении сложных биохимических процессов мясо обретает вкусовые, ароматические характеристики, а также вырабатывается полезное для организма вещество. Купить мясо и замариновать самостоятельно или выбрать уже готовый вариант зависит от вкусовых предпочтений. Однако важно помнить, что в составе не должно быть консервантов. Обычно Е-451 и Е-331. По словам специалистов, именно они удерживают влагу и влияют на качество готовой продукции. С тем, какое выбрать мясо, мы разобрались и отправились на улицы города за рецептами шашлыка от горожан. Из мяса предпочитаю свиные уголки, мариную со всякими специями для шашлыка, с лимончиком обязательно. Ну и потом, соответственно, как говорится, солю перед самой жаркой. В холодильнике они должны постоять ночку, и тогда пальчики оближешь. У меня жена всё делает. Я только ем, но очень мало, потому что нельзя много. А есть какой-то семейный рецепт, допустим, там в уксусе или с лимоном? Самый простой и самый действенный рецепт – это лимон, это лук и хорошее мясо. А какое любите, из магазина или дома сами как-то делают? Сами. А какой рецепт? Ну, говядины, барани, может быть, курицы тоже. Ну, это обычно делает папа или кто-нибудь из мужчин. А как они маринуют? Это всё папа, я даже не знаю. Что-то покупает готовое, по-моему, и всё. Готовьте с душой, а главное – внимательно подходите к выбору мяса. Команда Управда ТВ желает вам хороших праздников. Александра Никитина и Юрий Конихин. Управда ТВ.